Итак, всем привет, с вами ДмГ. Начинаем играть в Darkest Tower, в Heroes of Iron IV. Это мод, который переносит у нас в 1933 год, то есть события начинаются чуть раньше, с примерно прихода Гитлера к власти. И, соответственно, у вас есть больше времени, чтобы построить свою страну, чтобы придумывать свою тактику, ее придерживаться, как говорится. Кроме того, в моде есть много нововведений. Во-первых, графически, видите, карта выглядит намного лучше. Мне всегда нравятся моды, которые делают вот такие вот карты. Здесь приятные нововведения, но это из другого мода. Очень много чего переписано, очень много какие-то красивые картинки. Далее, давайте перейдем к реальным механикам. Есть здесь Великая Депрессия, у нас есть безработные, у нас, видите, 33% безработных, и есть то, насколько они влияют. То есть у некоторых стран безработные влияют жестче, у некоторых меньше. Соответственно, страны должны потихоньку избавляться от этой депрессии. По-моему, она есть у всех стран, возможно, у Советского Союза нет, но да. Ну вот, у всех стран есть депрессия. Соответственно, начинаем мы примерно около этой даты. И нам нужно будет победить Великую Депрессию, а затем и победить Второй Мировой войне. Давайте посмотрим, что у нас есть по фокусам. А фокусы достаточно линейные, в том смысле, что здесь нету альт-хисторик фокусов каких-то. Но у нас вот мы потихоньку будем идти. Кстати говоря, русификатора на этот мод пока нет, он вышел достаточно недавно. Этот точно мод вышел недавно, раньше он уже был, но еще не в полной версии. Там была бета-версия. Вот. Соответственно, что мы тут будем делать? Во-первых, назначение Гитлера на пост сразу это фокус, который на старте у нас уже взят. Потихоньку здесь у нас есть, видите, фокусы на восстановление нашей экономики. Здесь на СС, кстати говоря. Здесь более-менее политические фокусы. И здесь уже фокусы, я бы сказал, военные. И здесь вот у нас фокусы развития флота, армии... Извините, флота, армии и воздуха. Нам все-таки, помните, по Версалю запрещено иметь, по-моему, ВВС. Нам флот развивать не особо можно. И, конечно же, армия у нас очень-очень ограничена. Все это мы исправим и восстановим былые дни нашей славы. У нас, кстати говоря, есть модификаторы. Вот он, Версальский договор, как я и говорил. Очень жесткий дебаф. Ну, в принципе, нельзя ничего делать с войсками. Наш разрушенный немецкий дух. Веймерская эра. Косторство внутри государства. То есть, краски. Вот эти вот ребята. Нам стабильность подрывают в стране. Ну, и, как я и говорил, уже великая депрессия. Будем потихоньку от нее избавляться. Поехали. Очевидно, я думаю, мы будем строить... Здесь тоже, кстати говоря, чуть переработанные цвета. Мне, в принципе, нравится такой визуал. Строим фабрики, конечно же. Кроме того, так как здесь есть деньги. И причем эти деньги здесь не просто так. Вот она, кнопочка. Искал ее. Если мы уйдем в минус, то у нас будет банкротство. И, насколько я знаю, оно реально больно бьет по стране. Так что лучше до банкротства не доходить. Стартуем мы с позитивным балансом. И, на самом деле, с не самыми плохими здесь затратами, налогами. В принципе, у нас достаточно забалансирована нормальная экономика. И мы, конечно же, приведем к процветанию. А затем и милитаризируем. И приведем нашу армию к процветанию. Исследования здесь тоже затронуты. Вообще, кто, в принципе, знает, тот знает, что этот мод еще во второй части был. И со второй частью, в принципе, идет дальше. Я даже во второй части в этот мод играл. И вот эти все иконки, по-моему, они все взяты как раз таки из всех времен. Возможно, здесь что-то изменено. Но я примерно такие иконки и помню со второй части. Ну и да, очень заметное изменение. Это то, что у нас здесь, как и до определенного ТЛС, статичные статы у танков и самолетов. И, возможно, у кораблей. Да, так и есть. То есть исследовал и уже строишь готовое. Здесь также немножко побольше компаний. То есть, точнее, грейдов для компаний. Видите, можно отдельно погрейдить разные компании на разные вещи. Допустим, инженеров вообще тут три штуки. В принципе, логично. Инженеры это очень-очень обобщенная компания. И с медициной, кстати говоря, тоже. Тут бафы даже не только для вот этого вот медицинского батлевана поддержки. Но и другие шансы заболеть генералом. Кстати говоря, забавное. Нигде я не видел в модах до этого вот этот баф. Но здесь то же самое. Тоже есть какие-то бафы общие. И в целом бафы для именно батальонов. Думаю, мы, возможно, даже будем вот это использовать. Но посмотрим. Тут, возможно, переработаны как-то батальоны по качеству. Так, что будем смотреть. Просто здесь вот столько саппорта доступного. И если у нас столько саппорта, то... Мне нравятся вот эти батальоны. Кстати говоря, здесь смотрите. Защита варсаппорт, то есть с этим батальоном поддержки, у нас будет меньше варсаппорт падать. Это любопытно. Как я сказал, посмотрим. Возможно, я немножко отойду от своих стандартных батальонов поддержки. Кроме того, конечно же, мы будем строить флот. Потому что у нас 6 лет. За 6 лет вполне себе можно построить флот, который победит Британию. Конечно, мы не будем инвестировать в это слишком много. Но вполне себе некоторые приоритеты они будут иметь. Корабли. То есть, скорее всего, мы пойдем сначала по флоту. Вот здесь вот немножко. Куда-нибудь дойдем. Посмотрим. Но определенно тяжелые корабли у нас будут. Кстати говоря, любопытная вещь. У нас здесь есть батлкрузеры. Я вот сравниваю их с линкором доступным. Так он почти во всем хуже. У него только ПВО. Буквально чуточку лучше. Но. Видите, да, здесь сады все лучше. Но при этом дороже именно вот этот вот корабль. ХП. Тут армора. Ладно, возможно, вся стоимость в арморе. Возможно. Но я не думаю, что армор стоит 2000, ну, полторы. Ладно. Хотя все остальное, в принципе, даже чуть получше. Так что мы идем в бисмарков, я считаю. Будем строить себе бисмарки. И я бы даже построил себе авианосцы. Ну, пожалуй, наверное, 36-го года. Я не думаю, что... Конечно, это будет дорого. Но просто... А, хотя, смотрите, декотажа, но в чем разница? Надо смотреть всегда на такие вещи. А разница в том, что КП его больше, но не слишком. Так что с той же декой, на самом деле, можно и 33-х построить. Будем делать настоящие кринжи-марины. Ну, если что, я так что проверил. Домодифицировать флот нельзя. Давайте проверим сразу сюда. Домодифицировать танки, кстати говоря, можно. Слушайте, может быть... Нет. Нет, даже линкора нельзя. Все, весь флот модифицировать нельзя. Танки модифицировать можно старыми кнопками. Авиацию. Можно модифицировать старыми кнопками. Окей, все выяснили. Итак, у нас потихоньку идут ивенты о том, как, собственно говоря, Гитлер приходит к власти. Но я бы сказал, что переводить все это очень долго. Родер всех, которые нету. Если вы хотите, можете прочитать. Но, в общем-то, Гитлер объединился с Папиным. И... Вот-вот он придет к власти, получается. Шляхеры поезд должности. И... Модуль Гитлер становится канцлером. И мы избавляемся от плохого дебаха. Как я уже когда-то говорил, я очень не люблю, когда фокусы меняют цвета. Смотрите. Здесь разница в том, что здесь золотые такие, ну, желто-золотые ботки. А здесь серые. Вот это разница между тем, что можно нажать и что нет. Ну, очень-очень уж непонятно, но допустим. И... Смотрите-ка, давайте начнем, как я говорил, с флота. Что мы сразу получим две верфи. Здесь мы получим бонусы, но нам прямо сейчас они не нужны. Вот это, кстати говоря, возможно, нужно в следующем. И потом уже возьмем это, потому что здесь, видите, перевооружение программы. Давайте образуем чуть-чуть побольше снаряжения перед перевооружением, потому что там какая-то миссия, которую нужно будет выполнить. Скоро говоря, еще кое-что, что я не показал. Здесь есть фракции различные. Ну, вот да. То есть, если они не лояльны, то видите, у них какие-то дебафы дают. Если они лояльны, то они дают, соответственно, какие-то бафы. Ну, собственно говоря, вот они и есть. И на самом деле, кроме фокусов каких-то решений, на них особо вроде повлиять нельзя, но это не точно. Итак, Гитлер толкает речь, и они отмечают победу. Неудивительно. И вот наш Рейхсмарина. Ну, мы знаем, что на самом деле секретное название нашего флота Кринж-Марина. Готов. Бафы на исследование, но самое главное в верфи, в скобочках, все равно мы ничего не производим. О, пожар в Рейхстаге. Я бы, наверное, знаете, сделал вот так. Все равно стали не хватает, я подозреваю, потому что французы наши стали имеют. Или нет, или да, непонятно. Возможно, мы все просто продаем. Почему так много, непонятно. Но я думаю, скоро мы получим наши стали обратно. Итак, выборы в Рейхстаг, очевидно. Наша партия убеждает там. И вот у нас поддержка в Рейхстаге. Все 2,8%. Так, и есть этот фокус. Мы, кстати говоря, получили там какие-то самолеты, исследование какое-то само. Исследуем мы дальше армию. Вот это вот, по-моему, да. И можем идти с бонусом в следующий самолет. Окей. Итак, там фокус нам разблокировал фокусы вот здесь. Так что давайте-ка займемся, наверное, экономикой сразу. И у нас должна быть миссия на перевооружение. Давайте ее найдем. Вот он. Нам дан целый год, чтобы выставить 20 дивизий. Это мы сделаем без особых проблем. Единственное, нужно будет лот, наверное, вниз опять перевести на некоторое время, пожалуй. Пожарь, хочется мне начать строить корабли уже побыстрее. Смотрите-ка, национальный день, так понимаю, работы. Теперь можно начать координацию наших профсоюзов. Фокус, дойче, рубеж, ладно, я не знаю, немецкий. В общем, такой-то фокус нам разблокировался. Где он? Это хороший вопрос. Вот здесь вот, да, вот он. Так что сейчас пойдем сюда. Ну, либо посмотрим, что нам поважнее будет. Студенцы сжигают тысячи запрещенных книг. Известное событие. Очень неприятное. Забавно, что наша партия побеждает Данцики. Ну что ж, приятный сюрприз, как говорится. Начнем, наверное, с Рейхавтобана, потому что он у нас безработицу подснизит. А она, видите, влияет на очень много вещей неприятным образом. Австралия запрещает ДНСАП, я так понимаю. Спустишь ты наше. Смотрите-ка, можем организовать мув. Да, давайте попробуем. Конечно, я знаю, что по истории он провалился, но... Другой вариант снизить нам поддержку, а нам это не нужно. Кстати говоря, тут, смотрите, есть вот это наше текущее. Конспром и не помню, как называется второй. Но, в общем-то, вы поняли. И, слушайте, концентрированная продукция здесь намного сильнее по ощущениям, да? Здесь реально разница в том, что вот это вот дает дебафку уязвимости, а вот это добавляет уязвимость. Но при этом здесь еще 15% капа производства и 10% производительности как верфей, так и заводов обычных. То есть здесь безумно больше, на самом деле, производства. Надо брать вот этот 100%, вот это исследование 100% и просто, ну... Мы сделаем больше самолетов и защитим нас этими самолетами, вместо того, чтобы думать, чтобы нас не бомбили. Ой, кстати говоря, у нас появилась сталь. Как я и говорил, что-то произошло. У нас сменилась экономика, у нас стал вот все-таки корпоратизм. Видимо, мы... Да, лишние ресурсы отдавали, теперь не так много, и теперь у нас нормально строится флот. Ура, товарищи! Итак, у нас тут наш Тодд сказывает, что делать нам с нашими дорогами. Конечно же, мы этим обязательно сейчас займемся. Смотрите-ка, у нас доступен советник. Советник какой-то минусовой, странно. Странно, странно. Но давайте-ка вот сюда, наверное. Хотя нет. Давайте начнем... Хотя да, давайте сюда. Ну, типа, убирать заводы прямо сейчас я не хочу. Пускай это будет последним. Вот сюда можно, вполне себе. И вот, смотрите, строительство рейкс-автобанов. Мы по-северному будем снижать безработицу. И при этом строить себе инфраструктуру прекрасная инициатива, я считаю. Стоится-то не так дорого. Так что мы себе это можем позволить всей стране сделать. И мы инфраструктуру доведем себе до последнего уровня. Отлично. И вот мы занимаемся профсоюзами, потому что там есть левое сопротивление. С ними мы разберемся. Давайте-ка сюда, наверное. ТНП прямо сейчас я получать не хочу. Давайте сначала сюда. Так, лондонская конференция, я так понимаю, по текущей экономике. И у нас здесь наш какой-то человечек сделал фигню, что колонизация Германии, Африки разрешит мировой кризис. И, конечно же, мы этим избавляемся и добавляем себе какого-то интересного советника. Только я не понимаю, на какую позицию. Но куда-то мы его добавили. И он явно был неплох. Так, сделаем этот фокус. Еще больше рабочих получило работу. И, как я и говорил, давайте продолжаем вот сюда. В целом, здесь есть позитивные моменты. Хотя 3ТНП мне не нравится. И минус рост. Но кап это хорошо. Плюс строительство, плюс output это хорошо. Так что идем. Ну и надо будет потом вот эти фокусы, я так полагаю, тоже взять. Верно. Ну, смотрите-ка, нужно управлять доп. припасы в Австрию. Чтобы там хоть что-то произошло с этим заговором. И у нас их пока что нету, но скоро они уже появятся. Нужно всего 10 дивизий. И, я думаю, ровно 10 мы произведем. Больше мы пока не будем. А, у нас, в принципе, это и наш лимит. Так, опять мы книги сжигаем. Ну, неприятное событие. Но, как я и говорил, ничего с этим не поделать. И мы можем уже краски Мефа Векселя. Делать. Поехали. Кстати говоря, здесь еще переработано немного доктрины, как я вижу. По крайней мере, наземные. Воздушные вроде как те же самые. Это тоже самое. А вот наземные немножко по-другому устроены. Во-первых, видите, здесь... Здесь не выбор между левой и правой веткой. И здесь выбор немного в другом месте. И тут тоже кое-как по-другому. И здесь оба были бафы вот такие вот. Вот. Сейчас они кое-что изменили. Надо будет поизучать и посмотреть, что нам нужно. Конечно же, мы будем делать танки. Но, как показывает практика, даже с танками вторая доктрина обычно лучше. Но, может быть, здесь что-то изменилось. Посмотрим. Ну и настало время брать вот этот фокус уже. Получим мы деньги. Получим мы деньги. Затем возьмем вот этот фокус на то, чтобы получить две фабрики. Две фабрики дороже дух военных заводов по промышленности. Хотя, кстати говоря, в этом моде, смотрите-ка, не сильно. Военные заводы тоже дорогие. Либо это минус 30, но, скорее всего, нет. Нет. Не думаю. Совсем нет. И, как можете видеть, чуть-чуть подороже. Так что инвестировать мы будем сюда. Но, по-моему, да, ванили точно другие цифры, на мой взгляд. Кстати говоря, верфи всего 2000. Стоит верфи строить достаточно быстро. Следующий этап наших автобанов. Ага. Но мы можем только один строить одновременно. Жалко. Ну, ладно. Будем потихоньку застраиваться. Забавный факт. Вот сход был наш советник. Фишка в том, что на нем была иконка вот эта... Не вот эта. Ну, короче, какого-то другого советника. Я такой думаю. Вожу сюда, смотрю. Есть советник. Его взять не могу. У нас уже есть такой советник. Здесь другой отображается. В общем-то, я уволил советника. И здесь, бам, появился вот этот парень. Получается, нам его все-таки назначили. Только я не знаю, был ли от него эффект. Но, наверное, был, раз мне игра не давала другого такого назначить. Вот. Ну, теперь точно у нас есть этот парень. У нас точно есть доп.ресурсы. И доп.кап как раз-таки, который мы потихоньку заполняем везде. Кстати говоря, надо бы отправить сюда, пожалуй, оружие. Да. Здесь выбор автарки, либо Рейхсбанк. Ну, мы, конечно, пойдем в сильные и независимые автарки. Итак, вот оно. Расстание анацистов. Но мы не будем нападать, потому что Италия, скорее всего, их поддержит, защитит. А мы с Италией воевать, в принципе, вообще могли бы. Но зачем? Это наш будущий союзник. Осталось 100 дней на перевооружение, но мы как раз-таки почти готовы. В принципе, я уже могу их задеплоить, но пока не буду. Ну, здесь вот проблемы с Рёмом. Это как раз-таки предшествующие СС войска. СА, по-моему. Если я правильно помню. Нужно будет, скорее всего, вот сюда вот выйти. Наверное, насколько нужно это прямо сейчас. Потому что здесь тоже бафы очень приятные. Фонс-пром мы сделали. Теперь у нас, видите, намного больше возможностей производить. Будем мы намного больше делать сейчас снаряжение. Вот, кстати говоря, тоже ускорился. Очень важно. Но исследования здесь, на самом деле, поменьше. Промышленных и этих вот инженерных, как они здесь называются. Поэтому исследуем различную технику. Пока что тут особо без вариантов. Вот карбинеры под бонусом в 100% можно взять и начать уже производить. США отменяет золотой стандарт. Итак, у нас здесь 50 дней. Нам нужно еще 3 дивизии. За 50 дней сколько произведется? По 3 мы производим 150. В целом должно вот как раз-таки на грани, на грани, но хватать. Если нет, я просто дипломим под конец. Итак, ну, сейг мы, конечно же, разбираемся с ними. Альтернативная история здесь, видите, есть. Где... Берем, я так понимаю, что это еще делает другое. Добавляется от SS или что. Идет по другой истории. Но это они подготовили для альтернативной истории в новой версии. Итак, вот они сидят ресурсы, полезное исследование. Но самое главное, здесь сразу даются две фабрики такие. И нам это полезно, потому что нам немножко не хватает резины. И я бы, в принципе, был бы не против уже производить какую-то нефть. Так что начнем уже. И потом продолжим вот сюда, я считаю. Нет, тут не хватит, короче говоря. Давайте делаем вот так. И вот так. Вот это уже дипломим нормально. Нужно больше 20 дивизий. Нужно еще одна. Ну и ради этой дивизии откатился чуть пораньше. И, в принципе, ее сейчас успел уже дотренировать. Более-менее нормально. Неприятно, кажется, ситуация. Немножко невнимательно посмотрел. Потому что мне казалось, что 20 дивизий. Ну, окей. Но в случае успели сделать самое главное. Хочется с откатом. Продолжаем по профилю фокусам. И потом, я думаю, пойдем немножко в политические. Там тоже, я думаю, какие-нибудь полезные бафы будут. Мне очень не нравится, когда они пишут. Они вот здесь вот так. Просто ивент получаешь. Не пишут, какой модификатор дастся. Вот. И это раз. И два, наверное, мы будем вот сюда двигаться. Я бы, наверное, какие-нибудь бафы на исследование здесь вот взял. И побыстрее бы их начал исследовать. Новые корабли. Ну, посмотрим. А посмотрим это все в новой серии. С вами, ребята, улдогай. Подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.